Всем привет! Стратиос набрал куда больше лайков, чем я ожидал, так что сегодня я расскажу вам, как я пробовал себя в роли грозы индусов всего хайсека. Не всего, конечно, а только приосмонья, но не суть. Сразу уточню, что мой способ не является самым эффективным, он основывается на несколько иных моментах, но обо всем по порядку. Суицид в EVE Online это убийство других игроков в хайсеке посредством дешевого, но очень домашнего корабля. То есть мы находим цель, стреляем в нее и пытаемся убить, пока нас убивает конкорд. После, если все прошло успешно, лутаем другим чарам вкусняшки и радуемся, смотря на полученные на халяву иски. Суицид бывает самый разный. Вы можете убивать фрегаты, везущие плексы, вы можете убивать вкусные крабшипы или убивать индусы. Я занимался как раз таки последним. Не буду рассказывать классических схем убийства, расскажу свою, адаптированную под меня. Для того, чтобы эффективно суицидить, нам нужен корабль, который сканит потенциальных жертв, корабль, который убивает и корабль, который лутает. Получается три окна. Три окна лично для меня очень много. Не очень люблю я мультибоксить, да и ком не позволяет. Так что подумал, я адаптировал данную схему под два окна и два корабля. Луталу сканил я одним и тем же чаром, используя при этом ковроклочный индус, а именно кран. По слотам он показался мне наиболее подходящим для данной роли. Все Т2 ковро индусы имеют приличное количество сканрезов. С двумя сенсор-бустерами у меня получилось в районе 700. Такой сканрез позволяет залочить на отварпе 90% Т1 индусов. Помимо двух сенсор-бустеров, в фите был карго-сканер и шип-сканер. Последним можно пренебречь, но я не советую это делать. Фит не просканивается на 100%. Чтобы разобраться, что зафичено у противника, надо 2-4 проскана в лучшем случае. Но сделав 1-2, вы уже можете понять, какие проблемы у вас могут возникнуть. Например, вы видите у противника танк. При этом везет он на 100-150 миллионов. В подобной ситуации я старался не стрелять. Плюс ко всему, ковро индусы имеют хорошую скорость варпа. Мой кран с одним ригом и импом варпал почти 10АУ. Это в 2 раза быстрее любого другого Т1 индуса. Зачем это нужно, я расскажу чуть позже. В качестве дамаг-диллера я использовал вексор. За место вексора вы можете взять рельсоторакс или бимовый оман. У трех этих кораблей ДПС в районе 700-800 на дистанцию в 15-20 км. Вексор мне кажется эффективным, так как он имеет приличный ДПС с трех центриков. Торакс и оман, падая в джамм от конкорда, перестают наносить 70-90% своего ДПСа. Вексор же, пока он живет, наносит около 50% своего ДПСа с центриков. Следовательно, времени на пострелять у нас получается куда больше. Чар здесь подойдет даже без СП. Очень желательно, чтобы он, конечно же, умел крузак в 5. И Т2 рельсы. Но и с крузаком в 4-ку и мета рельсами у вас будут все шансы на успех. Не в ущерб ДПСу у суицидмобиля должен быть минимальный танк. Конкорд мы танковать не сможем, но он и не прилетает сразу. Сначала нас будут атаковать гейтовые центрики, их нужно танковать. В качестве танка можно добавить ЛШЕ, плиту или чемодан. Перепробовав много разных фитов, я пришел к выводу, что вариант с ЛШЕ, чемоданом и двумя ригами на резисты мне нравится больше всего. Также нам надо иметь хотя бы один дис, а лучше два. Иначе индусы попросту отварпают, пока вы пытаетесь их убить. И сенсор бустер. Перейдем к процессу. Для начала нам нужно найти торговый маршрут, где будут шнырять индусы. Желательно, чтобы маршрут имел системы с СС от 0.5 до 0.7. В качестве маршрута можно взять пути между торговыми хабами или путь из скраба системы в торговый хаб. Вексор мы располагаем в системе с СС от 0.5 до 0.7. В этой же системе, в 200 километрах от гейта, у которого будет стоять наш вексор, мы делаем спот для индуса. Вексор мы обязательно логофаем. Суицид корабли привлекают чаек, которые будут пытаться украсть у вас лут или вписаться в вас. Плюс в последнее время в Еве появились всякие антиганкер формирования, которые будут часами дежурить около вас на фальконе и джамить вас в момент убийства цели. Вексор подготовлен, теперь перейдем к нашему индусу-сканерщику. Его мы ставим за 2-3 прыга от вексора и начинаем сканить карго, пролетающих мимо индусов. После нескольких часов сканирования все делается на автомате. Я смотрел видео, читал форум, занимался своими делами. И как только краем глаза замечал индус, переключался на окно с явкой и сканировал его. Итак, предположим, вы что-нибудь нашли, но не знаете, сколько это стоит. Во-первых, надо спамить фит-сканер, пока индус не отварпал, и пытаться разобраться, что там в плане танка и количество варпстабов. Во-вторых, как только индус отварпал, надо перейти на сайт и в прайсал, и вбить туда скопированное карго. Если сумма вас устраивает, то незамедлительно нужно варпать за жертвой. Так как стоим мы на торговом маршруте, то в 95% случаев жертва полетит на известный нам гейт. Так как варпает наш индус 10АУ, мы обгоняем жертву в варпе. Смотрим, не на автопилоте ли она. Проходим в следующую систему и, не дожидаясь жертвы, летим на гейт, за которым стоит наш вексор. В этот момент логиним вексор, проходим индусом в систему с вексором и отварпываем на обзорку в 200 км. Переключаемся на окно с вексором, нагреваем все медслоты и все хайслоты и ждем. Если около гейта стоит подозрительная тетришка, скопление боевых кораблей или что-нибудь, что вас смущает, то задумайтесь о риске. Увы, снять стрельбу с вексора у меня не получилось, так что слушайте и запоминайте. Как только жертва зашла в систему, вы включаете гретый сенсор бустер со скриптом на скорость лока. Лочите индус и если тот медленно отварпывает, это вы должны были узнать при проскании фита, то сначала вы агрите дрона. Отсчитывайте в голове 2-3 секунды и агритесь дизом и пушками одновременно. Если индус отварпывает быстро или имеет много варпстабов, то вы не дожидаетесь дронов и агритесь одновременно всем сразу. Смотреть, как умирает индус не нужно. Вы переключаетесь на свой индус, разгоняетесь на гейт и если появляется враг индуса, спамите по этому врагу по км. Как только там появляется строка варпа, вы варпаете. В этот момент вам надо переключиться на вексор, от которого остался только пот, и отварпать его на сейфспот. По приварпу на враг вы разгоняетесь на какой-нибудь объект, например солнце, и будучи в аллайне лутаете враг. После этого инста отварпываете на объект по аллайну и клочетесь. Я вас поздравляю, легкие деньги получены. Дожидаемся 15-минутного таймера, вывозим барахло, ставим новый вексор на гейт, возвращаемся индусом в нужную систему и ищем следующего клиента. Не стоит забывать, что у пилота вексора будет падать СС, и вам придется его отмывать. Точных цифр я не назову, но примерно на 10 индусов у меня выходило около 50-70 миллионов. Отмывка СС нынче дешевая, да и падает СС очень долго. Стоимость одного вексора примерно 20-25 миллионов. То есть на 10 попыток уходит примерно 300 миллионов. Если все правильно сделать, то 300 миллионов мы получаем с первых двух-трех индусов. После у вас будет еще попыток 7, иски с которых будут теми самыми легкими деньгами. Плюс не стоит забывать, что у вашего вексора появятся киллрайты. Дешевые киллрайты вы можете снять с себя самостоятельно. С дорогими придется летать. Так что суицидить мейнчаром, если он частый гость хайсеков, не самая лучшая идея. Часто ли попадаются вкусные индусы? Да, конечно. На третий день мы встретили индус за 3 лярда, с которого нам, увы, ничего не выпало. И через полчаса на 1,5 лярда, с которого нам почти все упало. На этом, пожалуй, все. Желаю вам удачи. Возникшие вопросы оставляйте в комментариях под видео. Я с удовольствием на них отвечу. Пока-пока и до скорых встреч.